Интервью 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 Мы будем ждать, что удастся расшифровать экспертом. Будем уже стараться искать именно здесь у нас родственников, хотя бы там обозначая, где захоронены их предки. А у вас есть родственники из дивизии? У меня нет личности. То есть это у вас чисто на патриотическом уровне идет? Да, мой дед по линии отца на фронте всего был несколько дней. Он служил срочной службой на Дальнем Востоке. Их дивизия была переброшена с Дальнего Востока и попала под Старый Русс. И практически сразу оказалась в котле. Читал тоже по донесениям, по сводкам в интернете. Очень много тоже потерь. Достаточно такие были там. 41-й год это вообще кровопролитные бои. И даже вот сводки нашей, 367-й дивизии, почему говорю нашей, все равно появляются уже шадринские. Что формирование здесь. Очень много потерь. Из 10 тысяч человек. 367-й дивизии, которая ушла здесь, в районе Сухарина, погрузилась на поезд. А дивизия стала меньше 2000 человек. Можете представить. Всего несколько боев. За два дня, только со 2 февраля по 7 февраля, за 5 дней, согласно финским сводкам, даже там меньше. Больше 2500. Какие сложности бывают на вахтах, на которые вы ездите? Я так понимаю, что вы ездите часто? Для меня это вторая вахта памяти. Я как-то не могу сказать, какие есть сложности. Я был в Ценске, Орловскую область. Там совершенно другой грунт. Другие проблемы какие-то могут возникнуть. В Карелии же тоже совершенно другой грунт. Там камень на камне. Опыта мало, чтобы судить. Какие эмоции ты оттуда привозишь? Вообще, я работаю, получается, на патриотизме, на энтузиазме. А уже домой я приезжаю как-то опустошенный. То есть, когда все это видишь, это становится очень тяжело на душе именно. Когда через себя это пропускаешь, как-то думаешь, как это было. Как в то время люди сражались, отдавая жизни, чтобы сейчас было спокойно. Расскажите вот про конкретно эту поездку. Как организована была и, я так понимаю, она закончилась раньше, чем должна была быть? Мы добирались в два этапа. Изначально мы ехали на поезде до Москвы. В Москве была пересадка. И дальше уже ехали до населенного пункта Сегежа, который находится в Карелии. Надо сказать, что попали мы, может быть, не в совсем типичное время. Потому что была засуха, были лесные пожары. Мы не увидели характерных мошек и слепней, которых нам обещали. Опять же, повторюсь, стояла сушь. И грунт, если взять его в руку и рассыпать, он просто как пыль. Но это только на поверхности. Дальше идет песок и большие камни. И галька огромная. По нескольку раз бывало больше головы. Жили мы в палаточном лагере. В абсолютно походных условиях. Но ни для кого из нас это не проблема. Потому что мы все люди привычны. Там же и питались. То есть у нас был налажен быт. Оставался наряд в составе двух человек, которые нам готовили обед. Работа строилась по плану две смены. То есть мы ходили работать с утра. Возвращались в лагерь. Пережидали жару. И снова шли на место раскопа. Ну, кстати сказать, что раскоп находился от места нашей стоянки в полутора километрах. А поскольку была жара, доходя до места раскопа, мы уже были насквозь мокрые от жары. Ну, погода, опять же скажу, что немножко нетипичная, видимо, для Карелии. Потому что там, главным образом, вокруг озера, болота. Полей, как таковых, там нет. И таким образом мы работали. Наша шадринская группа успела поднять девять бойцов. Останки девяти бойцов. Но потом вмешался случай. Прозвучала команда об эвакуации. И какие бы работы ни были заделаны, мы были вынуждены оставить место раскопа. Вернуться в лагерь. Срочно свернуть его. И далее были вывезены вместо эвакуации в город Сегежу. Где нас временно поселили. В местном доме культуры. Нам удалось обменять обратные билеты на более раннюю дату. И мы приехали с вахты чуть-чуть пораньше. А бойцов, то есть, вы захоронили пока временно там же, где раскоп был? Нет. Дело в том, что мы останки поднимаем из раскопа. В последующем их передают на хранение в специализированные учреждения, чтобы впоследствии организовать массовую церемонию захоронения. То есть, скажем так, они копятся. То есть, когда будут закончены раскопки именно в этом месте, будет большая братская могила? Ну, захоронение, да. Ну, да. Тоже в одном из населенных пунктов. Дело в том, что те бойцы, которых мы поднимали, они уже учтены как погибшие. То есть, мы как таковых медальонов не находили. Потому что они уже были сняты. И, в принципе, все личные вещи с останков, они уже были сняты к моменту смерти. И бойцов таким образом хранили. То есть, для чего мы это делаем? И бытует такая точка зрения, что люди так или иначе захоронены. Зачем беспокоить останки? Зачем это все нужно? И вообще, звучит и такая точка зрения. А нужно ли вспоминать о войне и тех, может быть, даже неприятных страницах истории? Но дело в том, что кто предается забвению, тот предает и свое прошлое, и свое настоящее. Ну, и, как известно, у таких людей, у такого народа нет будущего. Теперь представьте, что найдут останки вашего предка. И вы будете знать, куда можно приехать. И где нужно поклониться, почтить память, возложить цветы. Ну, разве это не стоит того? Вы, получается, раз в год ездите на вахты. И у вас всегда разные люди ездят? Ну, да, всегда отряд. Ну, как бы, отряд, если он школьный отряд, допустим, формируется. И так как, в основном, у нас выезды за свой счет идет, да, родители, кто могут профинансировать. Здесь вот нам повезло, что мы выиграли гранты, и ребята смогли побывать на местах боев нашей 367-й дивизии. Хотя отряд был сводным, и были представители из Шадринского района, Крагопольского района. Ну, как говорится, вплоть до Кургана были представители, по факту, из учащейся кадетской школы, и также военно-патриотического клуба «Феникс». Были представители, но они, как бы, Шадринских всего было двое ребят, что-то, кто именно проживает в городе Шадринска. Снова, Шадринский район и другие районы Курганской области. Дмитрий Викторович, конечно, не уточнил, на данной вахте были переданы останки бойца в Свердловскую область. И именно именные вещи, и его смогли разделить, было именное захоронение. И, представляете, были найдены родственники, и этот боец поехал на родину, к себе домой, к своим близким, со своими, как говорится, личными вещами. Есть такая работа, есть работа именно по захоронению, потому что там будет проходить линия электропередач, и все это, как говорится, все это уйдет куда-то, да, и тут их останки перенесут, за этим местом будут ухаживать наше государство, на нашу власть. И будет все обухожено, и туда будут приходить и возлагать цветы. На данном месте это братские могилы, где они будут покоиться, и будут похорониться всеми теми почестями, которые они заслужили. За весь свой опыт вахт, вот этих раскопок, какие самые запоминающиеся были истории или находки? Ну, дело, понимаете, дело не в находках, мы все равно, находки это побочные. Ну, самые запоминающиеся случаи? Один из случаев, это даже на моей первой вахте, в которой мы были в Крамском районе, я поехал, когда тоже занимаюсь не очень давно, пять вахт у меня получается. И одна из первых вахт оказалась так, что мы нашли бойцов под зданием. Там располагался пункт ДПС на въезде в поселок, там был построен какой-то гараж, и нам один из местных сказал, что там было, когда строили, вытащили ботинок. Вот такая информация только была. Мы попробовали просто зашуршиться, да, есть останки, два офицера, точно было там, с вооружением, с патронами, с гранатами было. И получалось, что фундамент, очень хороший, прочий фундамент, и плита, и чтобы достать бойцов, нам приходилось рыть так называемые лисинуры. Мы не могли сделать археологию, как положено, чтобы сфотографировали, рыли лисинуры, и по очереди ныряли в эту нору, да, вне время поработав, другие вытаскивали за ноги, просто вместе с землей, чтобы освободить из-под здания вот этих вот бойцов. Как их у дороги была, просто воронка, их столкали в воронку. Все, ну, так называемое, санитарное захоронение, чтобы не жара, допустим, тогда было, мы работали по 43-му году, по Курской дуге, именно начало наступления Курской дуги, освобождение Орла. Мы работали там около недели, чтобы вытащить этих бойцов, они идут, значит, землю перебрасывать, вот, ровем, это вот такой степень трудоем, как было. Для меня это было, еще первая вахта, для меня это было вообще шоком. Давайте у самого юного участника спросим, какие у тебя самые запоминающиеся были случаи? Ну, наверное, самым запоминающимся было, когда буквально в метре от дороги мы нашли, получается, пристрелочный такой вот, маленький пункт с немецкими гильзами, то есть это не наша точка даже была. Мы работали, нам просто сказали, где-то в этом участке можете шурфиться. Мы шурфились и наткнулись на гильзы немецкие. Все, немножко рядом походив, мы нашли уже, ну, стрельную точку, откуда велся огонь приблизительно. Пулеметная точка. Пулеметная точка, да. Там своеобразно характерная гильза с характерным заметием. Там понятно, что пулеметчик работает, он работает, как говорится, по площадям, и патронов у них не жалели, там, по мешку накапываешь, допустим, только с одного гнезда. Там звенит, если он звенит, надо проверять. До тех пор проверяешь, пока, при переговоре, конечно, пока ты не убедишься, что, допустим, в окопе, в этой ячейке нет никого. И вот ты идешь до конца, до земли, и оно все звенит, и звенит, и звенит, и звенит, и звенит не там. Кажется, да, работа проделана зря, но, с другой стороны, ты знаешь, тут уже в этой ячейке нет никого. Ты начинаешь ее закапывать обратно. Работа трудная, девушки бывают в отрядах? Конечно, много, потому что много работы на переборах, много работы на расчистке. Причем, ребята, они все равно заполняют такую, ну, более физическую работу. Да, расширить, сделать археологию, раскопать, чтобы уже было удобно работать со станком. Да, именно не ушел ни один артефакт, ни одна даже пуговица не прошмугнула, чтобы, что может натолкнуть на ее бойца. Там перетирается все руками, там перебирается руками все. Каждая мелочь, за что можно зацепиться, где может быть написаться. Да, ладанка, гильза перевернутая. Допустим, у Ивановского отряда была в этом году интересная достаточно находка. У них был медальюн в гильзу, забитую в гильзу. Интервью. По поручению ребят из Сегежского района, Масальской группы поискового отряда, мы передаем на хранение в экспозицию, начало экспозиции Шадринскому элеватору. Это все с мест боев 367-й дивизии, непосредственно плака 217. Здесь у нас находится каска, которая поднята с блиндажа. Одна будет каска передана в 4-ю школу, одна в музее кадетской школы будет храниться, и одна хранится будет на выставке Шадринского элеватора. Также здесь представлены у нас гильзы, финский магазин, хвостовик от финской мины, где накрывались наши позиции, и крышка от цинка, лопатка. Все это с мест боев. И земля именно непосредственно с высоты, безымянной высоты, где погиб наш полк, который формировался именно в Шадринске, в Шадринском районе. И также вот здесь вот одна очень интересная бумажка – это копия донесения, секретного донесения начальнику штаба Королевского фронта. А это будут первые экспонаты в этой выставке. Значит, почему именно нам, почему именно мне Андрей Александрович подробно все это рассказал. Да, действительно, дед был 367-й дивизии, 12-17 полк. Значит, ушел он в 41-м году. Наши поисковики в этом году, была у них там экспедиция. Андрей Александрович, я попросил, чтобы именно привезти мне на могилку, как говорится, моей бабушке с полей сражения, где погиб мой дед. Мы, значит, как бы обязуемся организовать внутри нашего элеватора выставку, стенд. Сохраним эти экспонаты. Я думаю, это не последние экспонаты, не последняя ваша экспедиция. Значит, они будут у нас постоянно пополняться. Спасибо, Андрей Александрович, за то, что вы помните, за то, что вы, чем вы занимаетесь очень нужным, важным, не только для нас, но и для всех последующих поколений. Интервью. Как много регионов вообще участвуют в этих поисковых движениях? Вообще у вас сейчас много друзей? Да, конечно, появились знакомые из Красноярского края и из Иваново. Был и Екатеринбург, Челябинск, конечно же, Карелия. География самая обширная. Вы все активно общаетесь? После встречи, да. Правильно ли я понимаю, что вы, по сути, корректируете историю? Вы же находите какие-то новые исторические факты? Или все-таки вы идете уже по намеченному пути, вы знаете, что там будет? Мы сохраняем память. Мы над этим работаем. У нас нет задачи выяснить какие-то новые факты. Мы именно работаем над сохранением памяти. Но бывает такое, что что-то новое находите, и вы этого не ждали. Не было еще таких прецедентов. Просто Дмитрий Витальевич еще, как бы, у него первый опыт. Думаю, надеюсь, что не последний опыт именно вот этой поисковой деятельности. У меня, допустим, уже были, допустим, такие моменты. Допустим, по нашим картам мы начинаем работать. Вот здесь вот был прорыв. Да, вот здесь вот. Мы начинаем там активный поиск. А местные жители говорят, так, ребят, здесь невозможно было наступать. Здесь было болото. И только в 73-м году там осушили болото. И вот здесь стало поле. А вот так здесь было болото, и поэтому болото нельзя было пройти. Мы начинаем уже сверять немецкие аэрофотосъемки там. Ну, ребята, потому что, когда они организовывают, допустим, вахты памяти, приглашают другие отряды, допустим, столовых регионов или, допустим, со своих же регионов, да, соседних, что они провели разведку и определили фонд работы. Потому что мы уже едем, мы уже едем не просто производить разведку, мы едем поработать, да. И при этом стараешься еще, как бы, чтобы ребята получили какой-то опыт ирок истории. Посещаем музеи с ними, посещаем какие-то выставки, посещаем, организуем выезды, места боев, да, какие-то обелиски. Уход за обелисками также осуществляется. Работали мы по одному бою, Кузнецово-1, Кузнецово-2, батальон 771-го стрелкового полка. Первый батальон вышел, выдвинулся на разведку боя 7 января 42-го года, но это тоже в Орловщин. Мы захватили деревню Кузнецово-1, на следующий день немцами были выбиты, без взвратных потерь, 940 человек. Они не вернули, 940 человек, они не вернули фестбула, они как ушли в бой, так и не вернули. Мы перевернули все там, все воронки, какие возможны, ямы, старались шурфить. Вы представляете, да, вы копаете, допустим, шурф, допустим, метр на метр, и ты можешь промахнуться, он может 10 сантиметров лежать, бояться, или, допустим, их 10 бойцов. Ты не можешь попасть именно туда, где... Это надо найти, это титаническая работа. В дальнейшем, куда бы вы хотели отправиться на поисковые работы? Нас же звали в Севастополь, Андрей Александрович. И в Севастополь звали, конечно, можно на Керченске съездить, но все-таки есть желание продолжить работы именно по 367 нашей дивизии в Карелии, потому что мы с познакомились очень хорошими ребятами, именно ребята, которые занимаются нашими земляками. Карелия дорогая тем, что там воевала 367-я дивизия, которая формировалась в Шадринске. Ну и, может быть, найдутся еще желающие, кроме нас, найдутся люди, которые помогут в осуществлении следующих экспедиций, глядя на наш опыт, нам помогут. Так или иначе, все это мероприятие, оно достаточно затратно, потому что даже билет до Карелии стоит 12-13 тысяч. Кроме того, нужно еще что-то есть, что-то пить. Выходит достаточно в серьезную сумму. Спасибо вам большое за эту большую работу, за то, что вы сохраняете историю, историю не только России, но и нашего города. Надеюсь, наш разговор был вам интересен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok